Это видео по новому проекту Я дизайнер магазина Фантазии Рук. Хочешь получать наборы материалов совершенно бесплатно? Да? Заяви о себе в соцсети Instagram, добавь фото своего лучшего изделия и отметь его тегом Я дизайнер Фантазии Рук. И возможно именно тебе повезет. Подробные проекты читай в описании. А теперь видео от дизайнера. Ну а если вы хотите выиграть приз вне конкурса, оцените это видео, напишите любой комментарий и через неделю вам поедет приз от магазина. Всем привет! Вы на канале Куликова Энтко и с вами Нина. Сегодня мы сделаем небольшую брошь на основе игле. Я еще ни разу не использовала такую основу, поэтому мне очень интересно, что в итоге получится. Все материалы для данной работы предоставлены магазином Фантазия Рук. Их перечень, а также инструменты вы найдете в описании под этим видео. В данном мастер-классе я покажу, как делаю ажурные листочки с помощью выжигателя. С них и начнем. В работе присутствуют простые двухслойные листочки, ажурные однослойные и ажурные двухслойные. Для того, чтобы сделать такие листочки, нам понадобится небольшое стекло. Я достала его из фоторамки. Выжигатель по дереву или паяльник с тонкой насадкой. Атласная лента шириной 5 см. Кружево шириной 4,5 см. Металлический листик. Кладем ленту на стекло. Поверх кладем кружево. Прикладываем листик и аккуратно начинаем обводить. Инструмент должен быть очень хорошо прогрет. Все, у нас получился простой двухслойный листок. Снова наложив кружево поверх ленты, я прохожу выжигателем по всем отверстиям, а затем обвожу по контуру. Прикладываем листик и пау Bardian. Прикладываем листик и уменьшение. Прикладываем листик и пау «Лит навек» в социклами, поочhalesλам в од実ке. Пау «Лит большое, полисв是» Делаю то же самое, только без кружева. Будьте осторожны, чтобы не обжечься. Листок очень хорошо прогревается. Освобождаем все прожилки. Сейчас я вырежу ажур из атласной ленты, а затем наложу поверх кружева и вырежу контур. Если остаются по краю зазубринки, сглаживаю их. Субтитры сделал DimaTorzok Для цветочка сделаем два вида лепестков. Острый двухслойный и острый вывернутый. Нам понадобится 12 квадратов 5х5 см из ленты и 12 квадратов 4,5х4,5 см из кружева. Квадрат складываем в два раза, чтобы получился треугольник. Кружевной треугольник кладем поверх атласного. Складываем уголки и немного подрезаем. Скрепляем их огнем. Низ подрезаем под небольшим углом. Хорошо обрабатываем зажигалкой. Лепесток готов. Чтобы сделать вывернутый лепесток, мы также кладем кружевной треугольник. Поверх атласного соединяем и закрепляем уголки. Низ подрезаем совсем чуть-чуть. И параллельно нижней кромке. Затем срез зажимаем пинцетом и скрепляем огнем. Осторожно выворачиваем. Лепесток готов. Вывернутые лепестки собираем в цветок. Клей наносим возле кончика сбоку и следующий лепесток клеим немного внахлёст. Проделываем то же самое со всеми лепестками. Клей наносим возле кончика сбоку и следующий лепесток. Клей наносим возле кончика сбоку и следующий лепесток. Верхний слой цветка готов. Теперь склеиваем острые лепестки. Клей наносим на боковую поверхность возле кончика ближе к основанию. Клей наносим возле кончика сбоку и следующий лепесток. Клей наносим возле кончика сбоку и следующий лепесток. Продолжение следует... Теперь верхний слой наклеиваем на нижний. Расправляем лепестки. Теперь нужно подобрать серединку. Все декоративные элементы просто чудесные. В магазине фантазия рук других вы не найдете. Мне больше всего понравилось вот это с тремя жемчужинками и веточкой страз. Она ложится сюда просто идеально. С обратной стороны серединку цветка я закрываю небольшим фетровым кружком, так основа броши ляжет ровно. Выбираем какое расположение цветка нам нравится и приклеиваем основу. В работу я добавлю металлический листок, точно такой же как я обводила выжигателем. В произвольном порядке приклеиваем листочки. Закрываем лепестки. Закрываем лепестки. Закрываем все фетровым кружком и чтобы изнанка была идеально аккуратной, закрываю все кружевным цветочком. Наша брошь готова. А теперь посмотрите, что будет если взять контрастные цвета. У меня это коричневый репс и бирюзовое кружево. В качестве крепления я использовала обычную основу для броши и дополнила цветок ниткой с бусинами. Ставьте лайк и пишите в комментариях какая брошь вам понравилась больше. Всем пока и до новых встреч на канале. До новых встреч. До новых встреч.